всем привет меня зовут лина и это масса эффект мы продолжаем идти по пусту мордина получается такие интересные двери в общем мордин попросил кликсин мордин попросил нас узнать как дела у его другана которого захватили как ты вообще конечно храбик внезапно выпрыгиваешь из-за угла так меня что я хотела отключена то отключена хорошо а тут патрошки будут то на то понятное дело что все с людей патрошки то падают я даже не успела посмотреть кто это был я надеюсь что с него патроны падают но похоже надеялась я зря они отчета у там выпало с кого-то так не снова бой то ворча были что ли боец крылавой стаи да очень похоже на ворча или чата не только творче я смотрю что сможет у тебя мордин прям вот мы с нами блин прошу серии пёсик бегал и что-то в этот раз он с вами не бегает и как-то неправильно я тебя прям поднял с локтя просто не аптечка траве и собраны траве и трофей ту 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 ладно хорошо это была такая себе идея подождите бить огнеметчица огнеметчика с локтя и вере и вере что он не взорвется ну шепард ты прям женщина большого ума я скажу да у нас я так понимаю кроганы не дружат да сворчи хотя мне кажется что сворчи не дружит никто чо вейд вообще конечно по идее по идее чисто по-человечески надо при надо было привести воина курт на ту и сказать смотри тут у нас есть чувак идеальный кругом его создал другой кругом давать ты его научишь быть кроганом может он как-нибудь еще тебе и поможет насколько переоборудован в больнице кроганов надежно построен с учетом возможной осады и и с трупом человека интересно тело человек нужно смотреть язвы опухоли следы от гутов на запястьях и коленях судя по следам производились множественные инъекции объект исследования жертва эксперимента невозможно будет понять кем мы был этот несчастный ни татуировок ни документов скорее всего раб или заключенный или наемник или грабитель неважно наверняка один из экспериментов пробанных по лечению генофага люди полезны в качестве объектов исследований генетически разнообразны дает возможность исследовать различные методы терапии жесть появилась еще одна причина закрыть это место займитесь миланом мертвым уже не помочь но вообще-то блины реально то есть они а вдруг мы он как раз таки и проводил эксперимент над людьми ну это такой себе я скажу если мы он проводил эксперименты над людьми то я бы не спасала этого моего на прости меня мордин конечно я глашатая клана вейрлок пришельцы вы пролили нашу кровь закон гласит что вы должны быть уже мертвы но вейрлок гаут бождь вождей приказал отпустить вас чтобы вы разнесли весть о нашем появлении кроган обычно не отпускает людей что же задумал клан вейрлок если уйдешь что сможешь рассказать своим детям что видела клан вейрлок еще до того как кровавая стая захватила звезды ты думаешь урдоты сильны они ничтожны вейрлок гаут уничтожит их соларианец излечит генофаг и клан вейрлок растечется по галактике проливая реки крови похоже они поняли над чем работал мел к несчастью этого не случится я могу понять желание излечить генофаг нет человек ты ничего не понимаешь тебе не приходилось видеть горы трупов детей даже не начавших жить с кроганами поступили нечестно но мы восстановим справедливость мы отомстим половина галактики видит в кроганах жертв если развяжите войну потеряете их поддержку у нас есть кровавая стая и соларианец когда наш клан будет измеряться миллионами нам не понадобится поддержка после излечения генофага вейрлок гаут будет править всеми кроганами восстание кроганов приготятся наступит время империи кроганами уцелевшие расы будут пугать своих детей рассказами о том что кровавая стая сотворила стурианцами азари закричат когда их цитадель рухнет на солнце стурианцев мы оставим в качестве рабов а их яйца станут деликатесом если не хватает ума спастись бегством вы станете первыми из миллиардов падших под нашим натиском врагов за веро голда понятненько то есть если нажимать на отступника то ты будешь отступником все логично если не нажимать на отступника то будешь качать очки героя а я все это время нажимала на отступника потому что мне нравится как они отступают вот поэтому видимо у меня и проседает количество очков героя потому что надо было не нажимать на всякие штуки а я одной втащила второго зато стрелива третьего скинула какой шепард герой джек одобряет перед этого в лаборатории запах будет как в морге давай пошли уже печатные платы а ты открой пожалуйста спасибо так трофей собраны вперед очищенные иридии компьютерный термин рабочий консоль может содержать полезную информацию подождите немного последовательность онтогенеза мутагены гормонов еще стабильнее белковые цепочки живые ткани клонированной ткани очень тщательно стандартные методы терапии избегать агрессивных иммуноподавителей чтобы повысить уровень гормонов хорошо ненавижу это все большинство людей не могли бы столь спокойно отнести создание вируса бесплодия не создание изменения гораздо сложнее работа в рамках существующего генофага сложнее в сотни раз ошибки недопустимы могут вызвать тотальную стерилизацию за качественную опу могут понизить эффективность хуже чем оставить все как есть сложно поддерживать стабильность популяции крогонов тысяча из одного отличный объект максимальный рост как садоводство вы так много трудились чтобы сохранить уровень их популяции да могли полностью уничтожить крогона не сложно повышение повышенной мутации деградат вымирание рафни трагедия не хотим повторять любая жизнь цена вселенная требует разнообразия ааааа я ж поперхнулась то есть мордин на самом деле не злой да он не злой он как это работать на проекты модификации генофага лучшие годы жизни просыпался с новыми идеями разговоры за завтраком все утро эксперименты статистический анализ днем создание новых моделей в обед обработка полученных данных ночью смех эгонизм споры стратис самая большая проблема галактики громадные финансировали получение финансирование получали все что хотели как вы можете защищать генофаг мордин посмотрите что произошло с тучанкой тучанка стала такой не из-за генофага ядерную зиму устроили кроганы еще до первоконтакта с авариантами выбор кроганов прервали перемирие в ходе восстания крогана расширили после войн рахм распались после генофага генофаг лекарство не ядерная бомба от вируса нет кратеров разрушение от крогана мисс вариантов не от меня разглядывание консоль не поможет нам найти мэлона нужно идти блин вот конкретно сейчас я конечно задумалась когда я проходила в первый раз я ой мертвый кроган пол женский судя по опухолям проводились эксперименты признаки насилия отсутствуют доброволец стерильная женская особь плана вейрлок согласившаяся на рискованную процедуру надеялась на излечение бесполезная потеря жизни не ожидал что вас волнует вид мертвого крогана что почему из-за генофага это ни при чем связи нет никогда не экспериментировала на живом крогане никогда не убивала во имя науки ее смерть не моя работа а реакция на нее задача была стабилизировать численность никогда не хотела такую могу понять логику но необходимость глупые траты жизни невыносимы я не знал что вы напрямую работали с такими вещами вы были на тучанке после того вы были на тучанке после того как вирус был запущен ежегодный развит миссии образцы воды и ткани удостовериться в отсутствие ошибок начальство предложил продолжать отказалась хотелось увидеть лично надо взглянуть увидеть принять как необходимость увидеть счастное напомнить себе зачем мне нужна клиника на Омеге отдыхай молодая мать найди своих богов найди место получше Морден я не предполагала что вы верите в богов проект модификации генофага изменил миллионы жизней потом пришли результаты эгоизм унижения нестыковки хрупкой жизни размеры вселенной исследовать религии после завершения работы разных раз нет ответов много вопросов похоже вы пытаетесь справиться с чувством вины врач убивший миллионы проект модификации генофага великолепен научная сенсация нравственно сложная реакция Кроган примитивная трагедия невиновная но ответственная учился на врача и генофаг влияет на рождаемость не убивает приводит к этому сложно увидеть всю картину за горами от трупов вы можете дать этому разумное объяснение как-то оправдать по лесу жизни популярная концепция сварианцев идея реинкарнации как в индуизме у людей хотят чтобы жизнь не кончалась ошибки можно поправить в другой жизни учись изменяйся совершенствуйся нельзя думать что жизнь кончилась слишком расточительно многого еще можно сделать исправить ошибки многое успеть да блин вот и серьезно то есть поведение героя генофаг была ошибка но я сейчас спустя лет десять после первого прохождения повзрослев понимаю что саварианцы пошли на необходимое зло потому что с одной стороны если посмотреть потому что это сами саварианцы живут сорок лет да и каким-то образом из них получаются ученые которые вот знают больше чем человек который прожил лет шестьдесят они потому что не тратят зря получается свое время и тут как бы кроганы которые блин разбомбили свою планету хотят нафиг все завоевать но у нас конечно есть урдан трекс которые по сути своей редкий экземпляр умного крогана сложно морально раз вам так нелегко стоит признать что генофаг был ошибкой так было нужно войны рах невосстание крогана кроганы агрессивны много предположений увеличение популяции кроганы все шло к войне вымирание генофаг или геноцид спасти галактику от кроганов спасти кроганов от галактики я с тобой согласна вообще если посмотреть с этой стороны то вы поступили вернее не многим хватит мужества оценить результаты признать его нелегко иногда жалел что я умный выбрали бы другого не моя проблема глупые мечты это должен был быть я другие сделали бы все неправильно готов идти шепард плюс 2 герой плюс 2 отступник я забыла что я говорила у них было такое напряженное ай у них был такой напряженный разговор что я прям так а я о чем и и на ты сидишь тише и ждешь пока нужный сегмент тебе подойдет два одинаковых интересно кроконская живучесть очень сложный выбор потому что с одной стороны агрессивная раса а с другой стороны встает чисто человечные выбор потому что никто не имеет права решать за других как им быть по идее по идее если бы я не знаю воспитание другое было бы у кроганов то есть как-то реформировать иначе но опять же то же самое что у нас урна трекс например нам предлагает да иначе построить систему общества кроконов то возможно что они были бы не такие агрессивны но опять же как бы кровь требует ты убила стражей кровавой стаи не из кровавой стаи не из клана вейрок не те клановые метки я разведчик клана урднат охранники вейрок схватили и привели меня сюда паршиво выглядишь ты ранен они пичкали меня всякими вещами в основном уколы какой-то газ от него тошнил лихорадка боли есть не могу выворачивает они борются к генофагам я жертвую собой ради всех кроганов тебе помочь выбраться отсюда ты же понимаешь что тебе здесь не место ты не понимаешь я не слишком болен чтобы уйти я должен остаться они борются с генофагом всем будет лучше от этого они должны продолжить эксперименты пациент нестабильен чувствителен подвергся ментальному воздействию почему ты хочешь чтобы они продолжали эксперименты это моя вина меня поймали я был недостаточно силен недостаточно хорош это лучшее на что я способен это все на что я способен я недостаточно большой чтобы иметь успех у женщин у меня никогда не будет собственных детей но я могу помочь победить генофаг в этом будет смысл моей жизни родятся миллионы детей детей верлок и уничтожат другие кланы но нет нет они сказали я помогал уртнат если ты действительно хочешь помочь уртнат нужно будет вернуться в лагерь но дойти туда раненым это по плечу лишь только крутому парню я смогу ты я же сказала крутой парень а не разведчик нычащий как варианец у которого колики получилось я стою я пошел в женский лагерь ну все верно черт побери вернись и покажи нас что способен давай пошел неплохо к счастью обед скорее всего обед объект скорее всего не заразен ой господи шепардотерапия конечно это просто прекрасно шепард я обнаружила впереди ящики с опасным содержимым случайным выстрел может привести к взрыву или преднамеренный выстрел взрывчатка это полезно пробивает броню крогану а ты прям знаешь а где так видимо нам нужны кроганы да чтобы да нафига нам это взрывчатка мы и так хорошо справляемся печатные платы запчасти давайте мейкин контакт уважаем побоюсь мейкин фантастей ой так настала пора а да в конце концов я чё зря что ли нет я помню что в первой части они у них дробовик у масс эффекта в смысле в биоваров масс эффект дробовик билу на слишком дальнее расстояние и от этого получается они как не должно быть вот сейчас получается дробовик бьет на торросто день на который нужно но правда это очень больно потому что прежде чем ты подберешься к ним тебя несколько раз уже того самого тут что вот мне очень нравился в первой части дробовик в основном видимо из-за того что он же куда дальше я привыкла к тому что он бил дальше он бил прям примерно как штурмовая винтовка но синий с дробовика который выпалит в упор в этой части такого нету а я пытаюсь все еще на такую же дальность бить с дробовика хотя это не дробовик все подряд блин запертый ящик ну конечно так получены кредиты окей кредиты так кредиты блин попытка захватить конечно вселенную никогда еще хорошему не приводила потому что действие всегда противопорождает противодействие это закон физики сверчки хорошо будем считать что этом орден сверчковал так что-то долгий взлом конечно ты это можешь использовать и блин мне кажется в целом можешь использовать довольно много чего мы его жив навредим нет следов борьбы свидетель испыток не понимаю профессор вы умны но не вы никогда не замечаете истину который идет в разрез вашими утверждить убеждение сколько еще вам нужно время чтобы понять я здесь по своей воле ах ты маленький его не похищали он сам пришел сюда чтобы создать лекарство от генофага невозможно вся команда согласилась проект необходим и как я мог возразить великому доктору соусу я же был вашим учеником я вас уважал здесь проводились эксперимент на живых на заключенных витки и казнь ваша работа доктор да у вас и так уже руки по локоть крови если для решения проблемы нужно еще несколько жертв я только за вы правда считаете что эти эксперименты оправданы да мы же совершили геноцид мне нет и не может быть оправдание эксперименты суд чудовищные потому что меня учили быть чудовищем мордин вы когда-нибудь проводили подобные эксперименты нет я никогда не учил вас этому мэлон то есть ваши руки чисты вы не ступаете по земле залитой кровью миллионов жертв вы учили меня что цель оправдывать средства я исправлю все что вы натворили профессор есть только один способ как это сделать что будет если генофаг исчезнет и кроганы снова размножатся это будет исключительно ваша вина мы прикрыли в наше зверство сказкой про злобных кроганов которые дай им только возродиться принесли бы войну и хаос но знайте что творится в галактике батареанцы бесчинствуют траверси гетты нападают на цитадель что добились полмира быть может на вашей дэнфрайне кто бы и напал дай ему кроганом подняться теперь мы этого никогда не узнаем также демографический взрыв у кроганов должен был помешать сара ну и геттов возросшая популярность популяция кроганов вынудила бы совет при принять шаги связанные с колониями в траверсе турианский флот ослеживал бы любую активность в регионе они могли бы остановить геттов на иден прайм в это положение нет уверенности разве не видите мы играли в боков и проиграли только ухудшили ситуацию я собираюсь это исправить какие убийства генофаг не смертелен он просто влияет на скорость размножения кроганы сражаются с женщин способных забеременеть они становятся пиратами и наемниками только потому что у них нет иного выбора сейчас у кроганов могла бы начаться эпоха возрождения если бы мы не решили что они не заслуживают ошибаетесь рассвет цивилизации кроганов привел бы к войне точность моделирования не вызывает сомнений но почему вы работаете с кланом веро и как к вам попали данные по генофагу данные легко было получить у нас все еще был доступ мы же были героями нужно было лишь попросить а веро и были единственным кланом у которого были и цели и средства лагерь урднат обширнее чем база веро и почему вам не пойти к ним урднат рек слишком мягом он не хотел проводить нужные мне эксперименты это поражение урднат и победы веро и их клан первым отправится от совершенному нами преступления мэйлон определенно не нуждается спасения что будем делать мордин нужно заканчиваться эти вы не можете взглянуть правде глаза да способны признать что ваш блистин неприемлемые эксперименты неприемлемые цели ничего не изменить выхода нет придется убить вас Подождите, Морден, не делайте этого. Вы же не убийца. Не убийца. Нет, не убийца. Спасибо, Шепард. Аж пот просто пил, да? Все кончено, Мэлла. Убирайтесь отсюда. Вэйрлок не осталось. Проект закрыт. А что, если он поговорит с Кроганами, обнаружил знания о проекте модификации генофага? Группа особого реагирования хорошо заметает следы. Доказательств не будет. Готовность в Вэйрлок работать с Соларианцами необычна. Другие Кроганы убили бы его. Вы не боитесь, что он снова возьмется за исследование? Нет, отключай этот блок. Гор может перекрыть доступ к старым данным. Можно начать с нуля десятилетия работы. Не учил всему, что знал. Вы слышали, что сказал профессор? Убирайтесь отсюда, пока он не передумал. Ну ты же мне теперь идти, профессор? Мне все равно. Можете отправиться на Омегу. Еще одна клиника лишней не будет. Кроганы не заслуживали того, что с ними сделали, профессор. Необходимо остановить генофаг. Не таким способом. Прошу прощения, капитан. Не понял цели задания. Никакого похищения не было. Моя ошибка. Спасибо. Не волнуйтесь обо мне, Морден. Как ваше дело? Надо было его убить. Я хотел. Проще, чем слушать. И для него проще. Для чего же он дошел, судя по экспериментам? Ожидал такого от Крокот, но не от сородича. Быть может, вы вспомните об этом в следующий раз, когда станете говорить об этичности генофага. Да, так много вариантов. Стресс, невозможность верно предсказать. Есть о чем задуматься. Исследования Мэлона. Только обрывки. Могу уничтожить их. Закрытость. Безопасность. Но ценность представляет. Исследования проводились на живых существах. Это же отвратительно. Тогда смерть объектов будет напрасна. Сохранить. Использовать. Жизни стоит дорого. Исследования Мэлона могут вылететь. Генофаг. Не знаю. Повлиять на Крокотов, на галактику. Слишком много факторов. Короче, есть такая... Такой прием, чтобы понять этично то ли... Ну, чтобы понять, можно ли считать ту или иную тот или иной поступок этичным, стоит переложить все на себя. Ну, грубо говоря, на свою расу, да? То есть, если бы, например, Саварианцы устроили генофаг не для кроганов, а для людей. И люди сразу такие, ну, мы же ничего не делали. У нас же там только каждый двадцатый или тридцатый злой. А так мы вообще готовы к сотрудничеству, все такое. То есть, ну, люди бы сочли вообще генофаг неэтичным. А Саварианцы, по мне, могли бы устроить геноцид над людьми, там, исходя из группы наемников, например. Вот, там, у людей есть перспектива быть крайне агрессивным, значит, мы вот так вот и сделаем. Просто мы, так как мы люди, так как мы играем за человека, у нас такой дилеммы не встаешь, что, типа, блин, устроить геноцид человеку. Поэтому, если перекладывать, то генофаг неэтичен. Вот, но, 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 он, Мордин, на самом деле, действительно прав. Потому что куча людей, точнее, куча Крогана, получается, и людей, и в том числе, померли для того, чтобы получить данную информацию. Но, опять же, она неэтична, данные получены неэтичным путем. То есть, это не очень хорошо. Давайте вот так вот, Кроганам нужно помочь. Вам жаль, Крогана. Вы понимаете, какой кошмар они тут устроили, но видите и то, чего не случилось. Расстаченный потенциал. Они не заслуживают этому ордену. Сохраните данные. Аргумент принят, Шепард. Получая данные, удаляя локальную копию. До создания полноценного лекарства еще далеко. Но работать с нуля пришлось бы дольше. Готово, можно отправляться. Готов к отбытию. Стучанки. Куда угодно. Хорошо бы туда, где есть солнце. Дай я осмотрюсь. Тут есть уровень? Сейчас мы вокальные данные-то подтырим. Что ты думал? Морден только ты можешь взламывать? В общем, я согласна с тем, что жизнь бесценна. Ну правда, что считать жизнью, конечно. Это, выпусти меня. А как я отсюда выйду? Да. Буква F, чтобы завершить выполнение задания. Плодотворная работа клана Вейрлокта для картон-генофага ранее оставалась вне поля зрения Цербера. Эти разработки могут быть полезны. Кругланы опасны, но могут оказаться отличным оружием против жнецов. Проблема с ассистентом Мордена решена. Да, теперь ничто не помешает профессору сосредоточиться на выполнении задания. Кругланы, Ворча и Вароны, кровавые стаи. Интересненько. В общем, да, все на самом деле достаточно сложно. Потому что... Ну, вон, 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 вон. То есть они вот такие, типа, стоят и просто обсуждают, как бы они всех били, просто как бы они над всеми и бы издевались. Турианцев... Турианцев есть панцирь? Клад Урднен после уничтожения клана Вайролов стал намного сильнее. Изучив динамику численности, Клад Урднен принял в свои ряды уцелевших членов клана Вайролов. В основном детей и женщин. Умный ход. Неожиданно для Кролигана. Рад видеть. Ну вот, а вон там вот, например, воин такой, блин, я бы хотел жить полноценной семьей. Так что там, конечно, двояко. У нас пёсили вместе с нами бегает. Почему мы не можем его забрать на корабль? Гага... Гататок Убинг. Шепард, что я могу для тебя сделать? Ладно, хорошо. Видимо, ничего. Видимо, ничего не можем сделать. Замордина сделали квест. То есть, с одной стороны, с одной стороны, Кролганы при всей своей специфичности, они довольно, ну, мозгами умеют шевелить, да? То есть, они там что-то чинят. Они вон даже там ракеты, бомбы создают. А с другой стороны есть, ну, так же, как и у людей, мне кажется, есть такие, типа, убить, убить, убить кого-нибудь, убить. Типа, добрая драка всегда хорошо, неважно с кем. Водра, чешуя у стурианцев. У стурианцев чешуя? Простите, биовары, а вы кого в качестве фаворита человека в этой игре для Шепарда предусмотрели? Расскажите мне, пожалуйста. Потому что пока я вижу, что особо никто не подкатывает к Шепарду. А почему реально за всю игру никто к Шепарду ни разу не подкатил? И Керри тут такая, Тейн хочет с вами поговорить. Есть, конечно, вариант по романтии Тейна, а потом по романтии Гаруса. Понятно, Джокер мне ничего не скажет. Вот меня вот это, конечно, расстраивает, что в какой-то определенный момент просто ты берешь и... И скачешь вокруг своих сопартийцев, которые тебе ничего не скажут. Есть какое-нибудь непрочитанное сообщение? Нету. Окей, юшки. Так. Что у нас хомяк? Хомяк. А то в прошлый раз я пришла, а там рыбок нету. Хомяк? Не, вон, смотрите, живой. О, да-да, живой-живой. И даже два бокала тут стоят. Ты их в одиночку выхлестал, Шепард? Интересно. Так. М-м-м, боевой информационный центр. По-моему, да, Морден там. Пойдемте поговорим, обсудим с Морденом и возьмем тогда следующий, получается. Заказ, хотела сказать. Квест. Никак не могу поверить, что Мэйл он меня предал. Предал мое дело. Его действия отвратительны, хотя горжусь его выдержкой. Всегда думал, что у него мало твердости. Надеюсь, он найдет что-то новое. Лучшую цель, лучшие средства, меньше испытаний в экстремальных условиях. Вы действительно смирились с произошедшим? Да, конечно. Не могу изменить свершившегося. Жизнь продолжается, займусь заданием, займусь работой. Иначе стану, как Мэйлон. Соларианские эмоциональные реакции протекают быстрее, чем у других видов. Так и должно быть. Краткоживущая культура. Нет времени на воспоминаниях. То есть вы действительно не переживаете о том, что случилось на тучанке? Да, верно. По крайней мере сейчас. В тот момент получился сильный стресс, стадия горя, потеря, злость, рационализация. Справился. Большинство проблем решилось на тучанке. Некоторые на челноке. При возвращении на Нормандию ты побил кулаком по челноку? Не похоже, чтобы у Мэйлона было много эмоциональных реакций. Он был одержим генофагом. Правильно. Не утверждал, что эмоции Соларианца богаче. Возможно, неправильно вы про неверные решения под влиянием горя, злости или вины. Мэйлон не мог осознать чувства, принял решение, притворив жизнь. Вероятно, до моего отлета на Омегу. Хотел бы я это видеть. Соларианцы не лишены для переживаний, просто они быстрее проходят. Объясняют малое количество браков. И способны долго испытывать брачные эмоции. Или, возможно, зависит от репродуктивной системы. Не уверен. Что насчет данных Мэйлона по генофагу и его поисков лекарств? Что насчет этого? Они где-то есть. Не имеют с этим дело. Нужно сосредоточиться на коллекционерах. Сейчас уже не важно. Рад вашей помощи, тучанки. Нужен вернуться к работе. Потерял слишком много времени. Много дел. Поговорим позже? Без проблем, Морден. Очень. Очень круто. Реально мне очень нравится Морден. Помимо того, что он потруднивает над всеми, я бы действительно бы Парамансева, Мордена. Почему бы и нет? Так. Защита от урона. Я так понимаю, я сейчас солью, да? Все подряд. Защита от урона 4. Так. Усиленные щиты. Что тут у нас есть? Члены отряда. То есть, по идее, да, у нас распространяется все на всех. На всех. И мы реально можем... О, нифига себе, мы, конечно, сейчас качаем, блин, будем прям сильно и сильно. Может, мы не докачиваем были, поэтому мне было так больно. А почему меня прям выбрасывает так активно? Ай, нулевого элемента не хватает. Что у нас? ПП. Пистолет и пулеметы. Штурмовая винтовка, конечно. Угу. Крупнокалиберный пистолет. Прям, блин, я не знаю даже. Мы, мне кажется, просто сейчас выйдем. Будем всех нафиг, блин, разносить. Будь здоров. Магазина дробовика. Пистолет-пулемет. Ох, нифига себе, блин. Вы чё? Чё так много? Всё? Да, тут всё. Тут осталась здесь модификация. Блин, вот медотсек я даже не знаю. По идее, по идее, конечно, можно, чтобы она без вот этих вот шрамов была. Ну, я даже не знаю. Полностью совершенствовать оружие. О, да. Так, у нас остались каюты экипажа, да? Я размышляю просто, что делать дальше. У нас есть Самара, с которой мы можем поговорить. Почему бы и нет? Я рада, что стала членом отряда. Я уже давно работаю в одиночку. В нужное время я сделаю всё необходимое. Самара, вы стали ценным членом этого отряда. Это честь для меня. Мне нужно кое-что обсудить. Когда мы встретились с Наилиумом, я упомянула очень опасную преступницу, которую преследую. Используя полученную вами информацию, я сумела её найти. Она пользуется именно Моринд. Я бы хотела поймать её до того, как она снова исчезнет. Кажется, вы собирались охотиться за Непостола, как мы выполнили здание? Я знаю, где она находится прямо сейчас. Через месяц она может снова исчезать. Мне никогда не удавалось подобраться к ней ближе, чем сейчас. Где она сейчас? На Омеге, в ночном клубе под названием Загробная жизнь. Это идеальное место для охоты. Насколько это важно? Убить её – моя главная задача уже на протяжении 400 лет. Главная задача моей жизни. Причина, по которой я стала Юстицаром. Расскажите мне о ней. Она – Ордат Якши. На одном из мертвых диалектов Азарь – это означает демон ночного ветра. Впрочем, это мифология. Она попросту очень опасная женщина, убивающая без раздумий. Выходит, и Ордат Якши – это особый вид убийцы? Морин страдает от редкого генетического заболевания. При спаривании с ней, слияние с нервными клетками партнёра будет вовсе не мягким. Она подомнёт его под себя, выжит, заставит его мозг кровоточить. Он превратится в кусок после плоти и вскоре погибнет. Офигеть! Да, этим нужно заняться. Она сбивает своих жертв с толку играть на чувствах. Они сделают всё, что она поживает. Но мы должны её остановить. Спасибо, капитан. Я даже не могу описать, насколько это для меня важно. Я должна сказать ещё кое-что. Это существо. Это чудовище. Моя дочь. Дочь. Говорите, это генетическое? Сколько у вас детей? Трое. Трое Ордат Якши, существующие на данный момент. Вот так. Морин с рождения была непоседой, весёлой и свободной, но эгоистичной. Не могу даже представить, каково это. Мне не нужна ваша жалость, Шепард. Я её не принимаю. Я виновата в том, что она такая. Я могу всё исправить, только убив её. Не надо меня жалеть. Просто попробуйте понять, в каком я оказалась в положении. Как это случилось? В молодости я была очень активна. Убивала людей, спаривалась с ними, танцевала по ночам. Я многому научилась, многое испытала. Потом пришло время становиться Матроной. Я наконец-то смогла успокоиться, остановиться, обзавестись семьёй. Увы, всё это у меня отняли в одно мгновение. Случай чудовищный. Я сидела в медицинской лаборатории, а надо мной бормотал близо руки врач. Я узнала, что всё будет не так, как мне казалось. Я отказалась от всего, что у меня было. Я ничем не владею, ни на что не претендую. Всё моё знание умрёт со мной. Единственная моя цель – убить моих детей. Те мгновения изменили вас. Мне предстоит жить с этим сотни лет. Впрочем, извините. Я слишком много говорю. Помогите мне найти и убить мою пропавшую дочь. И убить её. Мы найдём Орент. М-да. Азари, если так подумать… Ну, насколько я помню, Азари были вообще одними из первых, кто нашёл ретранслятор. Да. И они, типа, чуть ли не старейший раз, да? Дратутик, как ваши дела? Я к вам ещё загляну, но не сейчас. Мне надо сперва Ордат Якши найти. И напоследок поиграть, видимо, в симулятора кардиолога. Космического. Да, со мной все хотят поговорить. У них резко появились для меня всевозможные просто квесты. Они прям… Воин хочет со мной поговорить. А чё я делаю? Мне надо сразу бежать на планету с нулевым элементом. А я сижу и копаю скудные запасы. Мне кажется, это, мягко говоря, не очень умно. Есть такое подозрение. Судя по количеству появляемых всплываемых оповещений, я прям много, да, купила всяких улучшений. Ладно, хватит разить зонды. Пойдёмте. Должна быть планета с нулевым элементом, да? Ну, пойдёмте посмотрим, чё там есть у нас. Так. Туманность Орёл. Помочь Самаре. Повелитель Пламени. Проект Повелитель. Завербовать Тали. Ну, давайте пойдём покрабим нулевой элемент, чтобы это продуктивно сделать и дальше прокачать. Вот там вот планета с нулевым элементом, да? Ну, это такая тишина полезная, если так подумать. Потому что оно сразу меня ведёт туда, куда мне надо. Так, во. О, прям даже так. Прям по прямой, да, ведут к нас на планету с нулевым элементом. Это полезно. Так. Так. Подожди, нет. Мне нужен именно нулевой элемент. У меня потому что всего остального прям очень много. Я, пожалуй, буду искать только нулевой элемент тогда. Потому что, вон, у меня, как бы, в целом... Всех остальных ресурсов просто можно жопой жевать. А нулевого элемента нема. Так. Вот. Наверное, вот так вот. Хотя, конечно, вот эти вот пики меня... Завлекают. Вот. Однако, как показала практика... Система в целом, как бы, будет тебе выдавать. Хотя, есть вероятность того, что просто какое-то определённое выделенное количество элементов. Так. А я все нулевые элементы выбила отсюда? Вообще выглядит так, как будто да. И тут у меня включается мой краб, который такой... В смысле мы не будем? Смотри, какие богатые запасы. Ты чего? Давай покрапим. Давай наберём. Смотри. Тут платины столько. Мы будем богачами на земле. Хотя, мне кажется, что платины используются не как денежная единица или драгоценный металл. Она используется для космоса... Ракетостроения в том числе. Так. Что у нас тут есть? То есть, мы узнали от Самары, что она окутила несколько сотен лет. Довольно успешно. А потом она резко узнаёт какой-то диагноз. И все её дочери, мягко говоря, не могут без последствий, как она сказала, снашаться с людьми. Ну да, это, конечно, да. Такое себе. Так. Планета с нулевым элементом. А есть ещё планета с нулевым элементом? Расскажите мне, пожалуйста. Или там ещё есть нулевой элемент? Давайте мы исчерпаем. Может поэтому... Может тогда у нас... Я где-то нулевый элемент, да, пропустила? Если оно всё ещё... Светится. Да нет. Я вон насколько... Я уже истыкала, в принципе, всю планету. И особо ничего не вижу здесь. Не-эм. Не, не вижу. Только Эдди платимую палладий. Исчерпано. Всё, ты перестанешь её высвечивать как планету с нулевым элементом? Нет. Понятненько. Значит, значит нету смысла, да, особо вам. Хорошо. Пойдёмте назад в ретранслятор. Потому что пока нам другие системы особо не нужны. Что у нас тут? Планета с нулевым элементом. Иллиум. База серого посредника. Систему свой и чужой. Помочь Самаре, да? Спасти разбившийся корабль. Мне кажется, вон там уже всё. Уже всё, уже всё, уже всё, уже всё. Ладненько. Давайте тогда на этом закончим. Всем спасибо за сегодня. Спасибо за... Что я хотела сказать? Оставляйте свои лай... Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Подписывайтесь на YouTube, на Вконтакте, на Telegram. У нас есть Discord. Хорошего вам утра, дня, вечера или ночи. В зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя. И пока-пока.